так мы начинаем у нас сегодня такой вводный открытый урок нашей нашего клуба соответственно сегодня хотелось просто немножко рассказать что же у нас происходит у нас уже четвертый месяц будет как работает куб и поэтому периодически раз в месяц стартом следующего модуля мы проводим такой день открытых дверей как правило на него приходит все кто так или иначе слышал про нас жалко что сегодня не пришли наши ребята которые уже несколько месяцев находится в клубе но тем не менее давайте я расскажу и соответственно расскажу что будет что ждет как мы проводим вообще активности в рамках месяца и что он ждет май и так меня зовут алексей пикулев я организатор этого клуба так называется клуб скром мастеров скром мастер то есть название следует что мы в принципе занимаемся в одном информационном поле все что связано с agile и практиками которые поддерживают agile подходы да то есть это трансформация компании это какие-то фреймворки практики и все что связано с изменениями компании организации команд все находится в нашем фокусе соответственно как у нас выглядит наша работа как и наш взаимодействие внутри давайте про это поговорим и вообще какая идея находится в клубе вообще изначально почему он этот клуб появился до хочется создать площадку в рамках которой каждый из участников мог бы приносить во-первых свои экспертные знания и делиться этими экспертными знаниями я знаю что на самом деле очень много сообществ существует agile посвященных agile да и но вот хочется делать немножко уникальный формат работ когда с одной стороны мы участники клуба получаем какие-то теоретические знания и периодически исследуем всевозможные темы связанные так или иначе с изменениями организации с другой стороны каждый из нас получает возможность принести свои знания и рассказать участникам поделиться что происходит у меня в команде у меня в организации и принести свой контекст свой запрос для того чтобы получить отвлек от коллег что же мне делать завтра попробовать что же можно применять ситуации поэтому вот получается что основная идея клуба это не просто площадка для обмена опытом это именно поддержка друг друга это именно фокусировка какие-то конкретные проблемные зоны и соответственно использование всевозможных форматов которые помогают нам в групповой работе которые я могу с одной стороны тиражировать у себя в организации с другой стороны через них прокачать себя свои навыки и соответственно получить что-то новое соответственно для того чтобы это все случилось я постарался принести он разные форматы взаимодействия во-первых это не просто какие-то лекции это не просто встречи да то есть мы придерживаемся как правило трех форматов взаимодействия первый формат это теоретический блок который мы правило делаем воскресенье да то есть это вечер воскресенье мы говорим разбираем какой-то теоретический блок если посмотреть ретроспективно вот на прошедшие три месяца первый месяц был посвящен аудиту компании аудит процессов и соответственно мы рассматривали всевозможные практики которые можно применять для того чтобы пойти и вытащить что-то из процессов понять а где же применять agile нужно его принять вообще не нужно какие разрывы между текущей ситуации процессах и будущем состоянии есть здесь мы рассматриваем всевозможные варианты то есть это и гембо и всевозможные шаблоны для того чтобы оформить гембо наблюдение потом мы смотрели на разработку отжал стратегии ну и так далее все что связано с теоретическим прокачиванием мы в принципе включаем именно в этот блок второй блок это мастер-майды мы не случайно выбрали мастер-майды как формат такой групповой клубной работы потому что мне кажется что через мастер-майды именно через такой формат мы выстраиваем определенным образом взаимодействия внутри клуба для того чтобы с одной стороны каждый из участников почувствовал равность как эксперт как человек который обладает определенным уровнем знаний и соответственно мог независимо от того сколько он находится какой у него поскольку находится в клубе в этой отрасли он мог что-то принести и соответственно использоваться возможностью поделиться знаниями и принести свой запрос для того чтобы другие участники также из равной позиции со своей точки зрения поделились а что же они пробовали в этой ситуации и мы делаем такие вот двухнедельные мастер-майды значит что каждые две недели мы встречаемся и приносим свои запросы встречаемся я бы сказал такой виртуальном круге в общем в равной позиции для того чтобы поисследовать кейсы друг друга у нас есть тематические воркшопы то есть мы проводим тематические воркшопы которые посвящены определенным темам например мы делали воркшоп по vsm то есть это построение цепочки создания ценностей в организации исследовали и смотрели какие возможности для улучшения этого процесса можно вытащить используя эту практику из прошлого месяца мы начали практиковать тематические практики сейчас раз в неделю мы встречаемся и делаем какие-то упражнения совместно то есть с прошлый с прошлого месяца у нас получается мы сделали три-четыре практики по построению сил и диаграммы для построения причинно-следственной связи и соответственно они позволяют нам применять инструменты системного мышления для того чтобы анализировать ментальные модели друг друга мы приносили кейсы мы анализировали и прокачивали во-первых навык применения инструмента в любом контексте во вторых вытаскивать какие-то знания которые эти диаграммы позволяют нам решая кейсы получить такой формат работы разнообразный интенсивный и он в принципе как бы позволяет нам с одной стороны получить какие-то теоретические знания да и прокачать с другой стороны все это попробовать на практике да и самое важное для меня как организатор клуба это применить в рабочей среде там где здесь сейчас мы каждый день работаем немножко подробнее про мастер-майд вот еще раз подчеркну на мой взгляд мастер-майд это такая многими недооцененный формат работы команды и мне нравится что мы занесли это в клуб и мне нравится что у нас получился такой ритм мастер-майдов ритм именно для участников которые уже несколько месяцев у нас находится ключевое здесь не только равенство участников в группе это не только возможность принести свой кейс причем запросы участники приносят совершенно разные фото ищет сейчас возможность перейти на другую на другое место работы и соответственно есть сложности в принятии решения и мы как люди в принципе которые тоже переживали подобные ситуации делимся кто-то говорит про развитие собственного бренда и соответственно есть необходимость для того чтобы понять а как взаимодействие выстраивать новой команде с новыми участниками и торги и сложности мы снова готовы прийти на помощь через пропуская все через свою практику через свой опыт для того чтобы быть на самом деле искренними и приносить именно те инструменты которые возможно сработали у нас в нашем контексте но для меня не это важно важно то что за счет того что у нас формируется непрерывный ритм участники мастер-майндов могут и имеют возможность что-то в течение вот этих двух недель попробовать поприменять у себя в своем контексте вот те эксперименты которые им понравились откликнулись и соответственно принести какие-то результаты следующий раз почему это здорово почему это классно потому что на мой взгляд они таким образом не только делится что получилось и не получилось у себя они за счет взаимодействия вот нашей группе они обогащают наших участников за счет вот этих вот экспериментов которые они сами попробовали то есть получается что если я что-то запланировал решил сделать попробовать получилось не получился получился какой-то результат я этот ребят потом следующий раз рассказал то есть у нас есть такая последовательность консистентность до ритмичность тех этих событий за счет этого мы еще понимаем а что же произошло что же получилось поскольку это все фиксируется визуализируется и соответственно каждый раз мы следующий мастер-майнд начинаем с обзора что же произошло что эксперименты запустили в рабочей среде за счет этого у нас поддерживается постоянный информационный он новых идей на мой взгляд это вот самый классный режим работы для такого клуба для такого формата как нас за счет этого мы прокачиваемся прокачиваемся и становимся конечно же сильнее опытнее и соответственно следующий раз мы видим что те идеи которые приносят коллеги они принципе интересны как минимум что самое важное самое важное что за счет того что у нас все вебинары все наши практики они остаются в клубе мы уже за три месяца скопили достаточно большую базу знаний раньше я считал что нужно каким-то образом это ограничивать соответственно тот кто пришел на первый поток там на первый месяц изыграет с собой то что он увидел и все но я понял что в принципе вот те знания те вебинары те записи и презентации те материалы которые мы уже обработали они полезны и возможно даже бесценны тем слушателям которые приходят следующий раз и вот я вижу что раз за разом ребята которые приходят на новые потоки у них открывается такое богатство нашей библиотеки да и сейчас если посмотреть в нашей библиотеке уже за несколько месяцев накопилось большое количество знаний то есть это знания направленные направленные на системное мышление данные инструменты системное мышление это несколько вебинаров на тему работы с командами и конечно же это первый модуль посвященный работе с аудитом аудитом процессов да и здесь мне кажется мы тоже поднакопили достаточно больших большое количество инструментов что дальше что дальше я хотела рассказать что же нас ждет в мае какая тема выбрана дим привет я рад что ты там все не присоединился привет можешь ты немножко рассказать участник с первого месяца рассказать пока я не анонсировал первую тему вот в двух словах что что куб дал тебе просто интересно слушай мне клуб дал очень много ценной информации и очень много пользы в плане другого взгляда на те кейсы с которыми я сталкиваюсь с одной стороны с другой стороны очень много созвучных тем и помимо того что есть ценная информация которую можно попробовать применить на практике клуб не дал очень большую поддержку и очень прям отзывчивую поддерживающую среду вот так вот то что мне дал клуб и то почему я в клубе остаюсь и планирую оставаться спасибо спасибо большое это это здорово да я как раз вот говорил до этого про формат взаимодействия и процент из того опыта который каждый нас приносит так вот тема месяца тема месяца это тема мая мы в принципе с ребятами обсуждали что было бы интересно затащить в май так сложилось что несколько наших запросов они совпали совпали и у нас будет необычный такой майский формат необычный в том плане что мы будем говорить с одной стороны про какие-то теоретические блоки да он так называется целеполагания в продуктовой команде но необычность этого формата этой этой темы она связана с тем что я в реальности запускаю вот сейчас прямо уже практически спустил проект в одной из компаний которые я работаю как консультант соответственно подобный проект подобный проект аудита перестраивание соответственно может быть создание нового процесса целеполагания продуктовых команд и мне показалось интересным понятно что есть определенные ограничения и контекст может быть я не смогу показать скорее всего но мне показалось интересным что вот в рамках этого нашего клуба мы можем пообсудить с одной стороны те инструменты подходы которые ну шаги которые я в это время делаю да и соответственно тот опыт который получаю отклики и немножко очищенный материал а с другой стороны я знаю что в это время же запускается такие же подобные инициативы наших участников да и мы можем через клуб вот эти вещи прямо обсуждать в контексте да то есть мне кажется это прям очень классное совпадение да и что же что же будет я так и назвал реальти шоу да то есть значит что вот я следующий следующий первый вебинар который будет в следующие воскресенье буду прям рассказываешь этап аудита что получилось на что я обратил внимание какие боли я вытащил какие инструменты использовал куда будут двигаться дальше почему именно туда в эту область дальше и так я буду выстраивать дальнейшие как бы ну изменения в процессе и что 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 будет то есть я выдел такие крупные четыре тема которые хотелось бы затронуть ну вот во первых это ауди то есть аудит процессов это понятно но что делать когда мы проводим аудит цели то есть цели полагали когда есть компания в которой есть определенные уровни постановки целей то есть это стратегия компании стратегия соответственно продукта а если продуктов несколько то стратегии продуктов соответственно перестрой Переход от стратегии к какому-то дорожной карте, формирование бэклогов, формирование метриков. И самое важное, это вовлечение команды или команд в смысл этих метрик. Если команды разделяют ответственность за эти метрики или не разделяют, это совершенно разные вещи. И мне хотелось бы как раз построить в том проекте картинку снизу вверх и сверху вниз. То есть когда мы, с одной стороны, у нас, как у команды, есть запрос, есть потребность участия в понимании, в прозрачности нашего вклада в продуктовые цели, есть понимание, как эти продуктовые цели донести до команды. То есть вот этот постоянный движ, который на самом деле во многих компаниях в каком-то месте как минимум в одном расходится. Бывает, что и во многих местах расходится. И получается, что участники команды, когда их спрашиваешь, а слушай, а как ты влияешь на цели? Он говорит, какие цели? Я вот пишу код, там, не знаю, разрабатываю продукт, ну, я не знаю мне какие цели, я не понимаю, про что поговорить. Хочется вот это вот поисследовать ситуацию, как минимум найти гэпы, да, и как максимум построить какой-то мостик, чтобы это все заработало. Мне кажется, это такой практичный кейс, который можно как результат вот этого месяца прямо отцифровать, посмотреть, какие подходы можно использовать, какие можно использовать, но какие риски есть при использовании. Например, вот я уже начал проводить аудит, соответственно, буду рассказывать, на что обратил внимание, на что обратил на Киев, там, более обратил внимание, да, почему вот именно так выглядит. И здесь не только целеполагание, да, здесь и цикл обратной связи по этим целям, и участники, и, соответственно, как это все сделать, если работает много команд, а не одна команда на достижение цели. Короче, мне кажется, очень интересная тема, и судя по тому, что это откликается у многих наших участников, она не только интересна, она еще и горячая, да, то есть когда... Два-три человека из разных организаций говорят, что мы в это время занимаемся очень похожим, значит, кажется, стоит об этом поговорить. Поэтому в рамках нашего клуба объявляю месяц май, посвященный целям. Целям, дорожным картам, стратегии, вижену, метрикам и в перформансе и ревью, то есть как это не превратить в ненужную операцию, а именно вовлечь непосредственно участников команды, да, в достижение тех целей, которые перед продуктом стоят. Вот такая вот тема. Поэтому приходите, будет все интересно, полезно, и мне кажется, мы месяц проведем очень горячо, потому что уже завтра появится, вернее, расписание уже появилось на сайте, да, уже завтра оно появится в нашем чате. Оно включает много активностей, есть мастер-майды, и 2 мая мы начинаем мастер-майд. Есть, как я уже сказал, занятия такие более теоретические, которые по воскресеньям проводятся, и будут практики. Практики, они идут параллельно. Там пока тема в практиках выбрана участниками построения и анализ CLD-диаграмм, я думаю, что если мы сейчас начнем грузаться в материалы построения метрик дорожных карт, продуктов и так далее, мы еще найдем место и возможности, чтобы по этим практикам также делать какую-то активность, чтобы мы все немножко что-то прокачивали. Вот мне так кажется. Вот, поэтому если есть желание, приходите. На этом наш будет сейчас такой эфир открытых дверей, да, открытых дверей нашего клуба завершаться, поэтому буду ждать вас. Дима, спасибо тебе большое, что ты пришел, немножко рассказал. Был рад тебя видеть. Да, да, спасибо. И уже во вторник, во вторник уже у нас будет первый наш мастер-майд в мае, поэтому приходите. Все, тогда, ребят, спасибо большое. Видео сейчас будет опубликовано и запущено в нашем канале. Все, всем пока-пока. До встречи, пока-пока. Пока.